Есть криса среди силовиков, которая просто имела доступ к этой информации. Слили не только нас. Сегодня сольют торнадо, завтра сольют еще батальоны. Это фактично экстренный выпуск «Люстратора». Подивіться уважно. В интернеті з'явилися повні списки спецподрозділу МВС України «Торнадо» з особистими данными. И это не тот момент, когда, говорят, страна должна знать в обличье своих героев. Это катастрофа, которую тяжело описать. Это не просто витек информации в результате хакерской атаки. У предыдущих выпусках мы уже рассказали, как торнадо на Луганщине не только воював с врагом, а и ломав контрабандные схемы, не дозволяв заработать на войне, викривав мародерев, показывал, как должна работать настоящая милиция. Результат такой работы бойцы слышали на собственной шкире. Их поливали брудом, взвинувачивали, кидали беззвобойные подгради и минуметы. И, виявляется, то были квиточки. Есть криса среди силовиков, которая просто имела доступ к этой информации и просто продала эту информацию. Очередной Иуда, который просто за 30 серебряных продал 200 человек бойцов. Надсекретная информация потрапила в интернет. Результати не забарилися. Цей человек – лікар батальйону торнадо, родом из Харкова. Показывает смс-поведомление. Тут его адреса, погрози и даже пропозиция обрати, якую смертью померти. Приходится связываться с добровольческими батальйонами, которые базируются в нашем городе, чтобы обеспечить безопасность. Почему? Потому что на штатных сотрудников милиции, СБУ, скажем так, надежда, слили не только нас. Сегодня сольют торнадо, завтра сольют еще батальоны. То есть, тут вопрос не только в нашем подразделении. И таки так, нині у всесвятней мережи злиті списки подразделей Донбаса, Кривбаса и частково Азова. Как така информация потрапила в интернет? И как наслідок до рук сепаратистов? Люстратор звернувся із запитом до МВС. Але там тиша. Тож, користуючись нагодою, ставимо питання речнику адміністрації президента з питання ТО Андріїві Лисенку. З приводу витоку інформації, а саме інформації про особові дані добровольчих підрозділів МВС України, які потрапили в мережу інтернет. Саме з цією ситуацією наразі розбираються Служба безпеки України та внутрішня безпека Міністерства внутрішніх справ. Тому поки що результатів всього розслідування невідомо. Командир торнадо припускає, так як розпочалося розслідування, ні до чого воно не приведе. В Луганську область приїхав Чалаван Віктор Арисович. Це з департаменту, який займається кадрами батальйонів. Він дзвонився мені і сказав, що провел розслідування. І він убеждений, що в цьому не виновата Луганска область. Науменко не виноват, сотрудники Луганської області не виноваты. А тепер зауважте і бажано, щоб це зацікавило СБУ та МВС України. Фріман називає факти, які суттєво звужують коло для розслідування. Куди йде батальйон, туди йде секретка по батальйону, ви же розумієте. І в свою чергу, якби це був Дніпропетровськ, то Дніпропетровськ б могла це все слити і раніше. Якщо і цього мало, тоді ось вам факти. Виявляється, бійців торнадо почали зливати набагато раніше. Есть такой момент, который неоднократно указывает на причастие ко всему этому Луганской області, непосредственно Науменко. Неужели этого недостаточно для того, щоб увидеть общую картину? До 12 декабря я нигде не светился. 12 числа декабря написал заявление у приеме в Луганское подразделение МВС, проходя обучение в школе милиции. 20 декабря мне уже позвонили и поздравили с днем милиции и сказали, все, мы тебя нашли. Кто позвонил? У той час, як ворог стягує сили, будує потужні укріпрайони, готуються до наступу. У нас не вистачає фахівців на передових. За словами бійців, на Луганщині відбувається тотальне знищення добровольчих підрозділів. Когда бойцы пришли на собеседование для того, чтобы вступить в батальон торнадо, а им Науменко говорит, да не будет торнадо, никому эти батальоны не нужны, и идите домой. Война кончилась. И это не эмоции, чи порожні слова. Заявы, рапорты и ответы за этим фактом уже написаны. Помандир приехал до Киева, аби тут від керівництва отримати відповіді, адже він не знает, что сказать бійцям. Бойцы задают мне вопрос, и мне нечего ответить. Я не знаю, как ответить на тот вопрос, кто теперь займется и будет отвечать за безопасность их и за безопасность их семей. И доки чекают пояснень и ответы, звертаются до другой стороны. Хочу попросить ту сторону, не воювать со стариками, не воювать с нашими семьями, воюйте с нами. Чи знают, следствия Щура, как на те сподіваются? Мы надеемся, что будет выявлена и людина, которая это сделала, и она расскажет, кто попросил ей это сделать. Мы будем стежить и расскажем еще больше фактов и эксклюзивной информации, на которую должен реагировать СБУ. Его назначал товарищ Болотов. Он был народным милиционером ЛНР. И мне даже было непонятно, почему так произошло, что он оказался на украинской территории. Не пропустите! Вся правда только в люстраторе. Справедливість есть.